Субтитры сделал DimaTorzok Нужно либо в лаунчере игры, либо на сайте игры В общем нужно активировать специальный код, который дает вам доступ к боевым задачам Которые, соответственно, дают вам награды за выполнение этих боевых задач В прошлом ролике, ссылочку вы сейчас видите на него сверху справа или в описании, посмотрите Я давал и ссылку куда вводить этот код, и сам код давал, и подробно рассказывал про космическую экспедицию Зайдите, посмотрите Вот, уже идет, осталось, грубо говоря, 10 дней, я за день половину уже боевых задач выполнил Ну как за день, за 2 часа стрима Ничего сложного я там не увидел, просто надо накатывать бои Для тех, кто, ребят, месяц назад или больше последний раз пользовался услугами сайта Pricebox К счастью, он все еще работает, и вы можете получить награды Для этого вам нужно просто в описании к этому ролику пройти по ссылочке на сайт Pricebox Авторизоваться там под своим никнеймом и получить, если вы часто играете боевые задачи на X5 опыта Вот эти все призы даются за покупку от 7 баксов Ну и, соответственно, для тех, кто долго не играл, больше месяца обычно, вам неделю премиум аккаунта могут вполне себе дать В общем, заходите, смотрите, что вам там положено, что дают, плюс еще боевые задачи получите Короче, хороший сайт, раз в месяц, маленькая, но халявочка А кому-то и большая, кто возвращается в танки, выпадает Не забывайте про него, ссылочка в описании Там же в описании найдете ссылочку на наш магазин брендовой одежды про танки Там сейчас акция до конца, ну еще несколько дней точно будет Покупаете свитшот или худи и футболку любую можете выбрать за 1 рубль Плюс еще акция по коду про танки дает 20% скидку дополнительно Короче, сейчас много скидок, хотели к лету там себе футболочку, может на дачу какую-нибудь Ну или к следующей осени, свитшотик, худи, заходите, пользуйтесь Так, давайте следующую новость, имбочку одну тут понерфили У нас тут чиф на 9 уровне нарисовывался, да, на супертесте пока что Ну вот, к сожалению, его, ребят, на второй итерации супертеста уже приняли решение понерфить Причем, ну, броню ему не трогали, но нерф уже по орудию уже неприятный Стабилизацию ухудшили в полтора раза, это очень прям ощутимо Вот, время сведения было 2,2 секунды, станет 2,6 секунд Ну, то есть чувствуете, как танк долго сводящийся, это уже неприятно, да Мощность двигателя немножко понерфили, с 750 до 720 лошадиных сил Итого, вместо 15 лошадиных сил на 1 тонну веса уделку мы получаем 14,4 лошадиных силы на 1 тонну веса В общем, танк постепенно нерфит, это не очень хорошая тенденция, мне она не нравится, но, тем не менее, эта тенденция у нас в данный момент наблюдается Следующая новость, про которую меня уже все просто по КД спрашивают Типа, расскажи про танк с альфой советский, с альфой аж в 950 единиц Ну, я думаю, ну, танкистам вряд ли нашим это будет интересно послушать Хотя, в целом, ну, новость сама по себе меня заинтересовала Это реально существующий танк, который называется СУ-152 Таран Это танк с башней, с задним расположением башни Вот, и он, кстати, присутствует в магазине, ну, в магазине, хотел сказать, в танковом музее в Кубинке Вот, и, соответственно, его сейчас ввели в продажу, но не в больших танках, а в Блице Вот, стоимость его почти 23 тысячи голды, что очень много И он является премом То есть, это даже не прокачиваемый танк Единственное, что в Блице там немножко другие правила Там и бои на 15 на 15 не проходят Вот, и там према 10 уровня не фармят Короче, у нас называются такие танки акционными Ну, и, как вы понимаете, фишкой его является эта пушка с альфой в 950 Это очень мощная альфа Вот, такая у Яги там, у Бабахи только плюс-минус присутствует Вот, пробитие стандартное 303, стандартным и голдовым 395 Урон в минуту получается по 4000, кстати, с учетом его перезарядки Вот, сведение быстрое для такой дуры 2,7 секунды А разброс всего лишь 0,37 Ну, то есть, причем максималка еще, ребят, 63 километра в час Из плохого слабая броня И, соответственно, углы склонения тоже не блещут Ну, сами понимаете, заднее расположение башни И, что во всем этом интересует игроков из больших танков Ну, вы знаете, что в целом-то разработчик-то плюс-минус один Поэтому вопрос, тем более, танк историчен достаточно Хоть и 65-го года, но у нас есть танки и больше Такие по временному промежутку более современные Поэтому, ну, чисто теоретически, да, может Но, с другой стороны, я не знаю, куда его там в наши ветки вставлять Потому что здесь это акционная маша Хотя, ну, почему нет? Могут десятку акционную выкатить Вон как китайскую ПТ-шку выкатили В общем, на Блице ввели Танк интересный Альфа большая Ну, типа Яга, только с башней Вот Брони нет Ну, что я вам могу сказать Я не играл на нем Вот по характеристикам мне танк интересен Я бы хотел бы на нем покатать Но в Блиц не пойду не уговаривать Хотя, может быть, если лайков много наставите Установлю близко от нем Блин, а где 23 тысячи галда это взять? И к кому сейчас обращаться за пресс-аккаунтом? Ладно, много вопросов, мало ответов Давайте продолжим Тем более, что, ребята, сегодня Уже началась предварительная загрузка патча 1.16.1 Напоминаю, что он выйдет в среду 13 апреля В РУ-регионе А в остальных регионах выйдет раньше Предварительная загрузка Ну, если он захочет загружаться Вы ему не отказывайте Пусть загружается Потому что это вам самим позволит Быстрее в день патча начать играть Вам не надо будет, когда все ломануты скачать Скачивать У вас уже все будет скачено Надо будет только распаковать Вот, ну и вчера, то есть в четверг Вышел Очередной Тест Этого патча Вот Он уже доступен Можете поиграть Из того, что там поменяли Относительно второй итерации Во-первых, на линии фронта Увеличили время захвата Было 2.15 секунды Да, а стало 2 минуты 30 секунд Вот Для аренды доступны стали новые машины Это французская Млешка 48 И китайский Вазик 132 Все на них можно играть только на линии фронта Я напомню, что ВГ В 1.16.1 сделали новую фишку Чем позже вы берете танк в аренду Тем дешевле он стоит Ну, то есть, чем меньше вы им пользуетесь Тем меньше вы за это платите В режиме Искусство Стратегия Которое, кстати, скорее всего Не появится вместе с выходом Это режимы Мне кажется, оно ближе к 9 мая Должно будет появиться Поменяли базовый набор В формате 1 против 7 живых игроков ИС-7 поменяли на ИС-4 Хороший выбор Е-письмы-то и поменяли на Ягдпанзер Е100 Вот этот вот выбор я не понимаю Но в целом, если вы играете за Стратегия Я рекомендую брать более бронированные танки Потому что, ну, боты тупые А всеми одновременно управлять Вы, скорее всего, точно не сможете Также, ребята, в режиме Искусство Стратегии Есть Доты Которые, ну, играют за Стратега Которые Стратег может выбрать и расставить Их тоже подапали Увеличили запас прочности Теперь не 2000, а 2400 Добавили обзоры до 300 метров Было 270 Дальность стрельбы увеличили С 300 до 350 метров Разброс после выстрела Я не знаю, зачем вам это нужно С 1,5 до 1,2 метров А скорость полета снаряда Увеличена с 700 метров в секунду До 1200 Кстати, вот это вот хорошая вещь Что вы теперь знаете Что снаряд практически в 2 раза быстрее летит То есть, ну, подставляться надо будет аккуратнее Тем более, что урон они наносят очень мощный Ну и помимо всего прочего Ребят, произошло еще два значимых изменения В 1.16.1 Советский сверхтяжелый танк К2 Помните, да, на восьмом уровне Премиумный С броней, как у ИСА-4 Вот Он полностью стал готов к релизу Его Теги Секретные и тестируемые Убраны И ему назначена Реальная стоимость в голде 10,5 тысяч игрового золота На мой взгляд Этот танк сейчас Наилучший претендент На Награду за четвертую главу Боевого пропуска Которая будет во второй половине мая Как раз таки доступна А может быть даже и в первой половине мая Уже будет доступна Тем более, что с 15-го числа Зачем-то разработчики отключают Ну, этот, как его Боевой пропуск Под крепление Второй прем полностью готовый к релизу Это чешская ПТ-шка Восьмого уровня ТВП-100 Но вряд ли она будет наградой Хотя тоже Это все на совести ВГ остается Спасибо, что смотрели Надеюсь, было интересно И поражали лайкос Все в описании Пока-пока Продолжение следует...